С нами в студии Игорь Латаков, управляющий партнер PwC России. Игорь, здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы нашли время к нам прийти. И, наверное, первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать. Вот какие у вас впечатления? Доброе утро. Спасибо, что пригласили. Впечатления очень позитивные. Я сегодня здесь с 7 утра, уже провел несколько встреч. Все воспринимают очень позитивно. А вот скажите, пожалуйста, если сравнивать этот форум с прошлым годом, какая атмосфера, что изменилось? В прошлый год, если вы вспомните, с первой встречи была понятна озабоченность кризисом, была понятна озабоченность операционной модели с укорочением затрат. И вот эта тема, она прошла через весь форум, по крайней мере, по встречам, которые мы проводили. Сегодня, я вот уже провел несколько встреч, есть стабилизация, ощущение большей стабильности, и есть самый главный для нас взгляд вперед. То есть люди говорят о новых бизнес-моделях, о новых тенденциях, о перспективах экономики, о новых драйверах экономики. Это, конечно, очень позитивно. Вы проводите в этом году очень интересную акцию. Это акция деловой книги. Вот расскажите, пожалуйста, что это такое за мероприятие? Конкурс называется «Деловая книга года». Нам показалось неправильным, наверное, что за последние 25 лет никто целенаправленно, может быть, не помогал авторам, работающим на поприще бизнес-литературы. И здесь мы смотрим не только на российских авторов, что, безусловно, является центром нашего конкурса, когда мы хотим отметить российских, в первую очередь, авторов, работающих в этом направлении, а также смотрим и на иностранных авторов, которые издаются на русском языке. И что мы решили сделать, это поддержать, собственно, вот эту прослойку, небольшую прослойку пока еще, после коммунистической партии, значит, авторов, которые работают по этому направлению. И конкурс мы также сделали максимально открытым. Мы пригласили все интернет-сообщество, используя площадку «Краудспейс», для того, чтобы все читатели могли номинировать любую книгу, которую они хотят поставить в конкурс. Не мы являлись тем звеном, который отбирал книги. Собственно, любой читатель мог зайти на площадку и номинировать свою книгу, которая соответствует определенным критериям. После этого жюри нашего конкурса, куда вошли видные деятели бизнеса, правительство, органы власти и так далее, они уже в ходе своей работы выбрали победителя в каждой номинации. То есть победителя в номинации «Лучшая книга российского автора» и победителя в номинации «Лучшая книга иностранного автора», которая выпущена на русском языке. Сегодня, кстати, будет процедура награждения вот этих номинантов, поэтому приглашаем вас посетить. Игорь, ну что ж, мы желаем вам удачи. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли, нашли время с нами побеседовать. Спасибо. И очень будем рады за проект «Бизнес-книги», который ваша компания в этом году проводит. Спасибо. Спасибо. Спасибо.